сейчас я иду в торговый город там находится магазин dns который мне нужно сегодня точнее сейчас забрать подарок от своего подписчика вчера он его оплатил я на самом деле даже не знаю что это то есть это сейчас будет таким небольшим сюрпризом просто во время эфира человек написал что типа вот в тебе код зайдешь dns его назовешь тебе что-то выдадут сейчас узнаем что же нам там выдадут все вот такую штучку получить как вчера и говорили процессора и 5 тоже 8 гигов всего а стоит уже полки не поэтому вам не 16 гигов то есть обошелся в 20 до так что в принципе вообще нормально где не знаю может у меня сколько стоит он да она вот это да правильно я просто сам не знал что там не подарок подписчики снижать санючек все я твой подарок получил сегодня в эфир полезу уже через него надеюсь будет хороший я уже нахожусь дома у александра в гостях сегодня и хочу вам показать сегодня звуковую карту которую мне подарил подписчик александр вот стоит она 999 рублей называется она внешняя звуковая карта dexp фирмы dexp gs3 вот такая вот коробочка все по-русски написано и сейчас я предлагаю открыть кстати вот на сайте dns вот она вот так вот выглядит пишут про нее что соответствующая формату 2.0 внешняя звуковая карта dexp gs3 станет отличным выбором для пользователей ноутбуков и стационарных компьютеров которые нуждаются во внешнем звуковом адаптере особенностью этой модели является наличие органов управления воспроизведением присутствует возможность подключения наушников гарнитуры и микрофона особого внимания заслуживает наличие трех портов usb которые превращают звуковую карту в usb хаб который удобно использует для подключения флеш накопители внешних жестких дисков и других usb устройств и так поехали распечатываем распаковочка у нас что у нас есть в наличии в наличии у нас идет только вот такая вот маленькая книжечка в которой не написано к сожалению как пользоваться но есть список возможных проблем и список возможных решений этих проблем ну и собственно здесь просто описано органы управления что куда что где втыкается шрифт очень мелкий поэтому лучше тогда будет проще наверное стоит обратить внимание на то какой здесь интересный пакетик на нем написано внимание во избежание угрозы удушения храните данный пакет вне досягаемости детей не оставляйте пакет вблизи колыбели детских кроваток колясок и манежей данный пакет не игрушка представляете да насколько китайцы заботятся о наших детях у нас есть вот такой вот жесткий но достаточно прочный кабель в тканевой оплёточке немножко такой скажем дешевого что ли качества штекер и собственно вот такой вот простенький сам этот прибор так сказать это у нас громкость это у нас переключение треков лево вправо плей пауза эквалайзер причем в отзывах пишут что драйверов на него нету что при нажатии на эквалайзер ничего не происходит что якобы кнопки вот эти вот работают треки переключаются микрофон работает пауза сплея работает а вот именно эквалайзер не работает сейчас мы воткнем его в ноутбук вот загорается вот такая вот у нас штучка с 3 наверное это и собственно когда добавляешь громкость здесь вот так вот красиво бегает полосочка то есть оформлено все в принципе прикольно но вот этот регулятор он скажем так не удобный то есть лучше было бы исполнил побольше чтоб можно было держать просто в плоском формате его приходится сильно нажимать чтобы крутить и рано или поздно я думаю разболтается так из плюсов для себя лично что я здесь вижу это то что здесь есть помимо просто usb портов от 1 2 3 просто обычные usb порты куда можно воткнуть какие-нибудь там не знаю вай фай модуль флешку какую-нибудь и допустим мышку да ну к примеру то как бы это в принципе пофигу это обычный разведыватель так сказать но вот эти три гнезда это очень хорошо потому что к сожалению у меня в ноутбуке есть только два гнезда первое гнездо это возможность подключения микрофона и второе гнездо это возможность подключения наушников а так как у меня нету простых музыкальных наушников я пользуюсь гарнитурой а в гарнитуре штейкер совмещены то есть там и микрофон и наушники и то есть когда я включаю в ноутбуке если втыкаю микрофон то микрофон на моей гарнитуре не работает если я включаю в наушники то я слышу звук но тогда тоже микрофон ни фига не работает вот а здесь эта проблема получается решена то есть я могу спокойно пользоваться вставлять допустим серединку вставлять гарнитуру пользоваться гарнитурой и если вдруг хочу более качественный звук могу сюда отдельно включить еще и просто микрофон вот, к сожалению, сейчас здесь на видео я вам не покажу что там происходит со звуком как он вообще меняется, не меняется то есть, на самом деле судя по тому, что здесь никаких настроек нету, я не думаю, что этот звук как-то очень сильно будет там лучше или хуже то есть, ну, в принципе, не понимаю вообще для чего вот, но то, что здесь можно пользоваться гарнитурой, это большой плюс то есть, уже можно будет не париться с раздельными микрофонами наушниками, то есть, по сути он просто сделан для удобства вот, но в плане качества я, к сожалению пока ничего сказать не могу в общем, посмотрим так, ну и что в общем пишут здесь, внешняя звуковая карта Dexp GS3 характеризуется максимальной частотой ЦАП равной 44,1 кГц разрядность ЦАП 16 бит звуковое устройство функционирует на базе чипсета SSS 1629 звуковой адаптер упакован в коробку имеющую привлекательный внешний вид на упаковке украшенное изображением устройства размещена сопутствующая информация корпус звуковой карты имеет практичный черный цвет ну вот, кстати, я не скажу, что он практичный не знаю, видно ли это на камере но вот я буквально просто покрутил немножко и здесь все в отпечатках все в отпечатках то есть она очень-очень сильно маркая вот в плане жирной кожи то есть буквально вот просто чуть-чуть потрогал и все она вся уже в отпечатках вся замазанная поэтому я не скажу, что она здесь очень практичный черный цвет на самом деле ну, надеюсь, на видео вам это будет видно и вы поймете, о чем я имею в виду компактность модели соответственно способствует удобству ее размещения установить звуковую карту с комфортом вы сможете даже на миниатюрном столе для ноутбука да, действительно так я вот сейчас сижу за очень маленьким столиком и вот у нас спокойненько здесь у меня вот так размещается вот так, к примеру и все, сюда втыкаешь наушнички и пользуешься в общем, вот такой вот маленький скромный обзор я, конечно, не обзорщик поэтому прошу прощения не умею я рассказывать о вещах особенно вот о таких тем более не понимаю как можно вам показать именно звук потому что пишу я сейчас на одну камеру звук подключен к другой камере вот, ну возможно, в прямых эфирах на канале вы услышите какую-то разницу что будет лучше или хуже и там уже отпишетесь в общем, все пошел я настраивать стрим вы у меня спрашивали что я купил за ноутбук во сколько он мне обошелся какие у него характеристики и так далее вот, в общем, рассказываю на сайте Авито нашел магазин который называется Комиссионка находится он в Домодедово там продается огромное количество всяких различных ноутбуков да вообще, в принципе всего, чего только можно хороший на самом деле магазин есть на что посмотреть есть из чего повыбирать вот, в общем, пришел туда и там нашел за 12900 ноутбук со следующими характеристиками диагональ 15,6 4 гига оперативки 4 гигабайта оперативки процессор i5 вот, ну, в общем купил я его в этот же вечер добавил еще потратил 4000 на 2 плашки по 4 гига ой, по 8 гигабайт теперь у меня 16 гигабайт памяти было 4, стало 16 потом дальше что было сделано отнес его в сервис за 500 рублей мне его полностью прочистили всю систему охлаждения все везде продули пропылесосили вытащили кучу грязи теперь он перестал шуметь первую ночь он ужасно шумел было слышно что ему тяжело работать вот но я обнаружил что он очень сильно подтормаживает почитал комментарии выяснилось что этот ноутбук имеет очень слабенький жесткий диск который очень сильно тормозит сам по себе а тут еще и 8 лет ему давности вот и я еще вложил еще 2000 на то чтобы купить ему SSD диск SSD диск поставили а вместо CD-ROM поставили старый диск через переходник который ну то есть в отдел CD-ROM втыкается переходничок в котором лежит старый жесткий диск вот теперь получилось у меня по итогу 16 гигабайт памяти i5 процессор что там еще 500 гигабайт HDD 120 гигабайт SSD ну то есть вполне такая хорошая машина зашел в DNS посмотрел примерно такие же тачки такие же ноутбуки по таким точнее с такими же характеристиками и получается что такой бук в DNS стоит примерно около 40 начиная от 45 и выше поэтому я считаю что у меня отличное вложение от денег то есть потратил я примерно 20-22 тысячи в итоге на все про все и получил машину с мощными характеристиками которые в DNS вообще не продают то есть я им задал вопрос есть ли у них такой ноутбук чтобы было 16 гигов оперативки чтобы было i5 процессор вот они сказали что такого у них в продаже нету потому что такие ноутбуки будут очень долго лежать и не будут вообще продаваться потому что даже сейчас они пакуют упаковывают их грубо говоря i3 процессором 4 гигабайтами оперативной памяти и эти ноутбуки у них лежат там месяцами то есть продаж нет потому что бытовая техника очень сильно выросла в цене вот так что я считаю что хорошо вложил деньги и уже получается в первый же день запустил запустил стрим с донатом и мне накидали 3000 рублей вот просто за один день то есть я уже грубо говоря оперативную память практически отбил все затраты на нее еще получилось так что у него оказалась очень дохлая старая-старая батарейка которая не держит вообще но к сожалению когда я покупал я на это не обратил внимания вот сегодня написал продавцу говорю вы мне подсунули плохую батарейку думал они сейчас будут капризничать скажут что типа гарантии никакую на БУ технику нету но к моему удивлению они сказали вечером приезжайте мы вам выдадим новую ну не новую другую просто получше и вот собственно сейчас я иду как раз туда в этот магазин комиссионка чтобы посмотреть новую батарейку магазин тут находится на втором этаже в торговом центре в торговом центре стайр здесь снизу продукты сверху всякая одежда парикмахерская и вот собственно магазин комиссионка вот такой вот сейчас зайдем спросим поменять ли нам батареечку здрасьте батареечку поменяем вообще как продавали не говорили что гарантии нет мне сказали гарантия она вообще работоспособна да ну как бы как она короче втыкаешь и в windows пишешь типа нужно заменить батарею ну прям зарядку показывает но при этом пишет что нужно заменить потом доходит до 100 не я семерку поставил все дрова с асера поставил с интела поставил и санвидео на десятке и писал на семерке я не помню но сам факт в том что она короче не держит вообще итак друзья вот и подходит к концу долгая история с покупкой моего нового ноутбука в общем купив ноутбук у меня здесь стояло 4 гигабайта оперативки я докупил сначала одну плашечку на 8 у меня получилось 12 на следующий день я нашел еще плашечку на 8 теперь у меня 16 к сожалению они разных фирм и скорее всего разная разная тактовая частота но при этом в биусе показывает все таки 16 память и в самом компьютере тоже показывает 16 в свойствах компьютера кроме того у меня была проблемная батарея батарейка постоянно выдавала требования поменять батарею якобы она там уже износилась или что-то с ней не так в общем сегодня я позвонил продавцу приехал к ним обратно в магазин сказал давайте менять батарею они сначала начали скрашивать на то что это якобы проблема в драйверах дали мне другую батарею точно такую же японского производства такую же оригинальную как и была она выдала то же самое и они уже таки обрадовались говорят мол так и так вот видишь мы же говорим это дрова потому что вот эта батарейка хорошая я говорю ну хорошая не хорошая она вырубилась на 46% это уже значит не хорошая давайте еще на всякий случай попробуем третью какую-нибудь поставить чтобы убедиться что это точно не совпадение вот и в общем ставим вот эту батарейку это уже у нас получается не япония а модель чайна причем написано целый оригин корея то есть тут что-то напополам видимо вот ну в общем судя по всему вот эта батарейка это уже просто меняли может быть с алиэкспресс заказывали не важно ну то есть это не оригинал но при этом когда мы ее поставили уведомление о том что батарейка что что требуется поменять батарею уведомление это исчезло и так что мы имеем проблему с батарейкой мы решили проблему с шумным кулером решили за счет того что отдали ноутбук в чистку все прочистили теперь он вообще не шумит кулер запускается крайне редко когда только я не знаю что-то очень жесткое там запускаю на компьютере оперативной памяти было 4 теперь их 16 и главная проблема была это вот этот вот жесткий диск это обычный HDD причем с какими-то битыми очень секторами более того настолько битыми что когда проверяешь его программой Виктория при дохождении проверки до этого битого сектора вылетал синий экран и короче все больше ничего не было видно вот и ему на замену я сегодня приобрел вот такой вот ssd диск за две тысячи по-моему 300 что ли рублей вот я думаю теперь данный ноутбук будет летать просто отлично то есть и того у нас получаются характеристики следующие процессор i5 16 гигов оперативки 120 ssd и здесь в слоте под DVD-ROM воткнут еще 750 гигабайт HDD вот вот такой вот получился ноутбук ну а сейчас я буду разбирать вот эту ssd к сожалению снимаю телефоном очень неудобно делать какой он легкий он такой легкий вообще не сравнится вот с этим он просто невероятно легкий вообще как флешечка круто вот теперь будет у нас стоять вот такой вот ssd диск модель чайна конечно же но главное что что это ssd вот в общем все сейчас я все это дело собираю запускаю пушку ставлю винду семерка максимальная будет десятку я не хочу я не люблю десятка это для планшетов а не для ноутбуков я не знаю почему ее ставят постоянно ноутбуки зачем если это планшетная винда со всякими там кнопочками в общем ставлю семерку максимальную ставлю lightroom ну и будем пробовать вести трансляции все всем пока пока